Увиденное, то есть запечатленное глазом, а затем кровь, не может быть возвращено в хаос никогда. Такова сила формы литературы. Артеерей Зинковский назвал бы это эстетическим гуманизмом. Но Набоков при словах «гуманизм», «гуманность» всегда морщинство. Они были затерты в 20-м веке. Касаясь последних дней Гоголя, он замечает, что ему прийти писать о них, так как картина эта неприятна и бьет на жалость. Но вы не думаете, что Набоков без жалости написал? Я постараюсь вам это доказать. Все, что бьет на жалость, Набоков, говоря ему языком, слюни. Вот строки из романа «Отчаяние». Дым, туман, струна дрожит в тумане. Это не стишок. Это из романа Достоевского «Кровь и слюни». Дальше он переводит это на немецкий язык. Шоль он зел. Вот вам сразу три стрелы, выпущенных в русскую класс. «Дым» – это роман Тургенева. «Туман» – струна за ним в тумане. Это финал поиска Гоголя «Записки сумасшедшего». Ну а что касается «Кровь и слюни» – это преступление, наказание. Убийство старухи и раскаяния. Вот так позволял себе Набоков высказываться о своих великих предшественниях. Можно сказать, что проза «Мород» – это на две трети полейника. Вызывающая полейника с отцами и дедами. Навесившим, по его мнению, на литературу слишком тяжелые гири. Ну, гири какие? Морализаторство. Толстовское морализаторство. Гоголевское морализаторство. Русская литература без этого не могла быть, не могла существовать. Леона Мокова – это уже гири. Вы знаете, я не очень люблю читать вот эти такие романы, как «Приглашение, наказание, защита души». Там нужно обладать какой-то особенной оптикой зрительной и умственной для того, чтобы понять зашифрованный в них смысл. Для меня это далеко. И мне это не нужно. Но когда читаешь такие рассказы Мокова, как «Облако», «Озеро», «Башня», «Стребление тиранов», «Весна в фиарте», там и так далее, ты видишь прекрасный русский язык, и ты снова в стихи родной литературы. Спасибо.